Жители села Доскей бьют тревогу. 14 лет без тепла, горячей воды и с дрявой крышей. Куда только не обращались доскеевцы. Однако попытки решить бытовые дилеммы не увенчались успехом. Дана Марата о проблемах жилищных. Но самое наболевшее у меня за эти 14 лет, это вот я на пятом этаже живу, что крыша протекает. Я много раз, неоднократно обращалась в Акимат, ходила, то они говорят, что на этот дом нет документов, что-то дом не стоит ни на каком балансе. А конкретно мы куда относимся, не знаю. У нас проблемы с водой часто бывают. Ну вот башню вот эту построили, но проблемы все равно есть. Акимат и другие органы будто забыли об этом местечке, ведь у этого городка целый букет проблем. В 39-м доме уже 14 лет нет тепла и горячей воды. Проблемы сельчан усиливаются с октября месяца, когда на улице уже холодно. В сильные заморозки люди вынуждены сидеть круглые сутки с включенными обогревателями. Печки топить жители уже боятся, так как домоход проходит через отдушины. А это тонкие стены. Отдушины могут просто-напросто развалиться, и это небезопасно. А в дождливую погоду крыша протекает, и это еще одна большая проблема. Пенсионеры в каждом уголке своего дома ставят ведра, чтобы не затопить нижние этажи. А дети вообще обделены вниманием. Похоже, счастливого детства у них не будет. Поиграть, побегать, порезвиться элементарно негде. Хочу сказать насчет автобуса. Мы, значит, старики, рассчитываем, туда едем, 200 тенге платим. А студенты, они делают три пересадки. И каждая самая по 50 тенге, это 150 тенге туда, 150 тенге обратно. А если они успели на автобус вечером на такси, значит, они платят 100 тенге. Аким Силада-Скеев в своем интервью заявил, что в течение года все бытовые проблемы найдут свое решение. И по модернизации, по программе модернизации ЖКХ хотим ремонтировать вот эти дома. Сейчас по двухэтажным домам мы уже начали оформлять кондоминиум. Чтобы кондоминиум оформить, чтобы у жильцов, у собственников, чтобы были документы в порядке. У новых документов отсутствует. И любого неправильно оформлено и несовершенно оформлено. Мы сейчас тоже содействуем по оформлению жильцам этих документов. Потом будем оформлять кондоминиум. И как завершим кондоминиум, надеюсь, до конца этого года. И будем дальше по модернизации ЖКХ ввести, чтобы отремонтировали эти многотажные дома. Проблемы жителей Доскея на этом не заканчиваются. Видимо, судьба у них такая. Чтобы доехать в город, нет автобуса напрямую. Студенты доезжают до места назначения с пересадкой на трех-четырех автобусах. А если не успел, перспектива остаться на улице тебе обеспечена. По скромным подсчетам, на проезд в день, учитывая все нюансы, уходит в среднем тысячу тенге. Сумма для студентов и пенсионеров довольно-таки немаленькая. А еще на перекрестке к заезду в село нет светофора. Как следствие, 5-6 аварий в месяц стабильно. В общем, не жизнь, а сплошная мука. Власти обещают, что в течение месяца жизнь наладится. Но факты остаются фактами. За 14 лет проблем не убавилось. Напротив, их стало больше, и они глобальные. Дана Марат Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.